Посреди холодных вьюг голоса настройки услаждают людям слух, греют как настойка. Нет, нет, у нас просто на прошлой неделе приходил Андрей Сверидов, такой тоже вот большой человек, такой вот прям вот. И Надежда сегодня пришла, да. Я вот честно хочу сказать, посмотрите, вот по поводу роста, сколько у вас роста, Надежда, кстати? Ну, по-разному, 178-180. С утра, по-разному, с утра, бываю одно, к вечеру я уже чуть усыхаю. Да-да-да, с утра 180. Вот, Надежда, мне сегодня почему-то возникли такие ассоциации со Снежной Королевой, но хорошей Снежной Королевой, которая может в глаз воткнуть ледышку. И выткнуть тоже. И ничего не будет. Давай все-таки представим сегодняшний день нашу гостью, певица, участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская. В гостях у нас тройки. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Ну что, рассказывайте, как проснулись? Как добролис? Проснулась великолепно. Думала, что наконец-то зима, обрадовалась, все, напялила все самое теплое. Вышла. Все растаяло. Все растаяло. Я думаю, ну ладно, что же делать, похлюпали мы к вам. Ну ничего, оказывается, вот на этой неделе обещают до минус пяти и снег, снег, снег. Так что да. Да вы что, минус пять? Так что к Новому году. Да. Какая холодина, замерзнем все. Вам в мирном такое и не снилось. Да не говорите. Это невозможно. Бог ты мой, я только что увидел фотографию Наденьки Ангарской в детстве. Да, это я. Посмотрите, какая интересная фотография. Что это за утренник? Посмотрите, наши радиослушатели, какая Наденька интересная. Это детский сад. Я так понимаю, какая вы были в детском саду? Всегда ли такая веселая, хохотливая? Или что-то надлом случилось в какой-то вашей судьбе? Нет, у меня все было нормально, пока я была в Мирном, но потом мы переехали в Нерингри. И там случилось что? И у меня там случилось надлом, да. У меня была странная нянечка. И я вот только спустя, наверное, лет 15 рассказала, что она меня постоянно била. Ну, как била, опять же, детей. Воспитывала. Воспитывала, может быть. Но только меня. Как будто я была самым непослушаемым. А родители знали, что нянечка? Не знали. Вот, я рассказала маме, почему не рассказывала? Ну, я думала, что как-то вот мне было стыдно, или это было правильно. Слушай, это сейчас прям похоже на скандалы. А мама и говорила, дочь, ты попридержи. Я знаю, в будущем будет выгодно рассказать. Сейчас пока помолчи. А сейчас-то с нянечкой нечего взять. Чистосердечные признания. Давайте найдем. Итак, на связи эта нянечка. За что вы били? Алло, алло. Я даже не помню, как ее зовут, если честно. Она такая была молоденькая. Оргопотаповна, по-моему, это была. Оргопотаповна? Она вот как раз моя няня. Я смотрю, у вас одна нянечка. А моя няня приехала из города, которую я не мог выговорить. Нюрингри. В Нюрингри. Я думал, из Германии, наверное. И я думал, она немка. И она такая строгая. Она доставала плеточку и била меня. Ань, свай, ань, свай, ань, свай, ань, свай. Вот, точно. Она мне была уже 18 лет тогда. И она меня била плеточкой. Мне так нравилось. Слушайте, давайте мы... У меня не такая няня была, простите. Жалко. Ладно. Друзья, расскажите о своих нянях. Плюс семь девятьсот девять пять пять сто три и ноль. В Абер, ВАСАП, СМС. А если серьезно, если есть вопросы, наши сегодняшние гости, очаровательные, Надежде, Викторовне, Ангарской, вы, пожалуйста, их задавайте. Мы на все вопросы ответим. Тот, кто с дружной настройкой новый день встречал весь год, обязательно под елкой свой подарочек найдет. Хо-хо-хо. Пятнадцать минут одиннадцатого столица. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательная талантливая артистка, певица, участница проекта камеди Вумен, Надежда Ангарская. Да на ней все и держится в этом шоу. Ну, давайте расскажем, что пока играла песня, мы устроили небольшое соревнование, мы все вышли в прямой эфир в Инстаграме. Можно под ложечку потише, я орать уже не могу больше. Да ладно, что ты угомонись. Так вот, мы вышли все в прямой эфир в Инстаграме, и теперь почитываем, у кого сколько зрителей. Ну, что значит не все? Я не выходил. Ты не выходил. Я так и не страдаю. Наденька вышла, Танечка вышла, и Ленечка. Итак, Наденька, сколько же у вас зрителей сейчас? Семьдесят два. Семьдесят два. Танюш, у тебя сколько? Два человека осталось. Три человека осталось. Вы теперь понимаете, почему я не выходил? У меня всего 1115 людей смотрят, ну и ладно. Ну, не страшно, что я выигрываю. Да не выпендривайтесь, пожалуйста. Давайте все-таки поговорим действительно о том, что грядет. Буквально через 12 дней наступит новый 2018 год. Чем запомнился 2017 год Надежды? Ой, сколько событий было. Первое, значит, моему ребенку вспомнилось два года, а потом мне 35. Ох ты. Что было интереснее, два года или 35? Что веселее отпраздновали? Мне кажется, я, если честно, веселее отпраздновала два года. Так. Так, почему? А все мои друзья и близкие мне люди, мне кажется, отпраздновали 35 гораздо круче, чем я два своего ребенка. А что было в 35 лет, мне интересно? Да, много народу собирали. Где это все происходило? Ну, в Шахтите раз, да, это все происходило. Было много людей, мы даже не... Я не знаю, сколько было. Кого позвали, в общем, ну, пришли, но не все. Вот. Была презентация моего клипа первого. Ух ты. Ну, и даже это, наверное, был второй клип, но... Ну, это был прямо профессиональный клип такой, дорого снятый, да? Да. Дорого, дорого, красиво, дорого, богато. Ой, как хорошо. Нет, ну, на самом деле, это был такой творческий порыв, который мы очень быстро сделали. Было сегодня так не подготовлено, но к дню рождения мы успели. Я сделала сама себе подарок, своим друзьям я подарила, ну, наверное, хорошее настроение, опять же, себя побаловала и спела все песни, что вот у меня накопилось за год. Я прям в семь их и в семь спела. Сколько их? В семь. В семь. В семь. Я очень побаловала. В семь пищев. Есть еще, конечно, у нас лежат, еще не готовы, все в работе, вот. Поэтому был такой запоминающийся момент, от которого я отходила, наверное, еще недели две. Чтобы вы понимали, просто на свой день рождения я выпила, может быть, один бокал шампанского. Ух ты, я даже не хочу спросить. И ничего не ела вообще. А почему? Потому что мне было некогда. Ну, волновалась. Нет, мне было некогда. Хорошо. Я постоянно была в чем-то, в чем-то. А песня, давай поподробнее. Это чьи песни? Ты сама пишешь или есть авторы? Есть автор, да. Есть автор замечательный. И она наша, она композитор и певица, и сама красивая очень девушка. Вот, Юлия Альбах. Юлия Ивановна, так сказать. А, Юлия Ивановна. Да. Надежда Викторовна и Юлия Ивановна. Да. Но некоторые слова в песнях все-таки мы корректируем. Я и кто ко мне в гости придет. Слушайте, давайте текст переделаем. Вот одну мы песню переделали на гастроле Германии с Comedy Woman. То есть там даже авторские права, я не знаю, на кого заявлять, но мы заявили. Да на себя, конечно же. Без ребят. А вы ее делаете веселее, грустнее, романтичнее. Веселее, да? Веселее и понятнее, да. Более такой попсовый, чтобы он был текст, чтобы прям в лоб. Ну вот если она там написала, ты от меня ушел, как веселее можно переделать? Ты от меня ушел, придурок. Вот. Ой, какая вредь. Надежда. Нет, конечно, это не веселее. Это все, все надо переделать. Так невозможно сказать. Надежда Викторовна, если сольная карьера прям вот попрет в гору, ну прям вот как у Бузовой, да, и будет выбор, остаться в Comedy Woman или заняться сольной карьерой? Петь, мало половины. Что выберете? Ну давайте так, у Бузовой, если сравнивать, да, как у Олечки, то, соответственно, что, она что-то оставила? У нее не было выбора, а у вас будет выбор. Наталья Андреевна скажет, выбирай. Или ты на гастроле в Германии без нас, или ты с нами, да, но уже без песен своих. Я думаю, что такого не будет момента. Даже не буду себе такого представлять. То есть успеха такого не будет? Не будет такого момента разговора с Натальей Андреевной. Я думаю, что... Можно поделить сцену. Можно поделить, конечно. Но вообще говорят, что Наталья Андреевна завистливая. По многим участницам Comedy Woman. Кто сказал такое? А приходила к нам вот девушка и рассказывала. Какая? Женщина-осветитель. Кого-то лишим работы. Женщина-осветитель приходила. А не только режиссер ли она была. Может быть, даже и такая. Очень аккуратно, ребят, сейчас вот очень аккуратно ходим по краешку. Можно сорваться в пропасть. Давайте сорвемся в другую пропасть. Пока этого не произошло, давайте сделаем небольшой перерыв. Новый год пришел к настройке. Что он им принес? Бодрость и морозостойкость. И побольше звезд. 10.25 в Москве. У нас сегодня в гостях российская актриса и певица, КВН-щица, участница шоу Comedy Woman Надежда Викторовна Ангарская. Я в одном интернете прочитал «Якутская золушка, которая превратилась в королеву». Подожди, еще и Миссан. В одном интернете бывает другой, еще интернет. И несколько бывает. Надежда, есть в Якутии, а вы гордость Якутии, так же как и... Бриллиант Якутии. Так же как и бриллианты. Есть уже вам памятник в этих городах, либо в Мирном, либо в Нерином? Памятники как-то вот попозже все-таки ставят. Я не уверена. Подожди, подожди. И за льда, я имею в виду, там же вечная мерзлота или нет? Или я сейчас ошибаюсь? Нет, вечная мерзлота у нас там, в земле. Вечная мерзлота, где люди живут, там ее нет. А вот детишки еще не лепят снежную бабу по образу и подобию Надежды Викторовны? А мне кажется, все снежные бабы на мне похожи. Давайте поговорим о других бабах, которые есть, комедийные бабы, которые вас окружают. Скажите, завидуют ли эти бабы тому, что вы, помимо того, что умеете, как и они, веселить, еще и поете прекрасно? Я не думаю. Мне кажется, у каждой девочки у нас есть такие свои... Ну какие? Изюминки. Ну вот у кого какие изюминки? Я, например, не могу так искрометно. Вот только одна нормально танцует, а одна нормально поет. У других какие изюминки? Там изюм уже просто. Давайте не будем мой коллектив затрагивать любимых, красивых девочек. Ну в принципе, да, есть же там еще работать, ребята. Подождите, вот тут спрашивают. Добрейшее утро, Надежда Викторовна, скажите, а вы действительно дружите со всеми барышнями в коллективе? Или все же есть те, от которых вы держитесь на вытянутой руке? Подожди, женский коллектив, это, наверное, клубок змеезавистниц. Вау, вот это вопрос. Никогда такие вопросы не задавали, а тут задали. Смотрите-ка, первый раз. Это у нас Танюшка сама его придумала, а вы дала как вопрос. Я думаю, что ответ на этот вопрос можно найти в любом интервью, в том самом интернете. Ты туда зайдешь и найдешь что-то. В одном из интернетов. Потому что это самый распространенный вопрос любого, я не знаю, журнала, газеты, где мы в регионах приезжаем, это сразу. В общем, что я могу сказать? Я на этот вопрос никогда вам не отвечу честно. Потому что мне там еще работать, ванность, все смотреть. Но если уж говорить прям откровенно, откровенно, есть, конечно, это всегда, да? Вот как в садик вы же приходите, вы же не со всеми дружите, всех любите. У вас есть просто люди, с которыми вы общаетесь чаще. А сейчас я в садике не со всеми дружу. Ну, например, я говорю, например. Вот, соответственно, конечно, есть с кем мы больше общаемся и там созваниваемся, а есть, которых мы просто вот, ну, мы работаем. Давайте тогда от черной зависти перейдем к белой, а белая зависть, мы действительно в восторге от вашего пения. И вот уже узнали, что у вас есть несколько песен. Когда будет альбом полноценный? Полноценный альбом, что вы имеете в виду? 10, 11, 12 песен. Ну да, которые можно записать. Которые можно пощупать. На CDRV записать и выпустить. Или на виничке лучше. Это очень зашел. И раздавать все. Я не думала, что я буду выпускать это так. Сейчас век высоких технологий. Так. То есть все в iTunes уходит? Конечно, все будет в том самом каком-то автору из интернета. Ну а как журналисты в Нюрингере, чтобы воткнул? Слушайте, для них у меня специальное предложение. Там все схвачено. Приложение. Надо будет, я им все это вышлю на кассетах. Чтобы перематывали так карандашиком. Да, почему нет? Друзья, мы прямо сейчас послушаем песню Надежды Ангарской, которая называется «Кукла», о которой мы уже говорили. И про клип говорили, и обо всем говорили. Поэтому вы сейчас это наконец-таки услышите воочию. А мы призываем вас позвонить по телефону в Москве 223-5550, код города 495. Впереди игра «Пять секунд». Сразитесь с Надеждой и выиграйте. Сувенир от «Радио Шансон». Ох, да, я думала, что-нибудь еще. А если я выиграю? Леня на лыжах, Артем на коньках. Таня на санках с горки. Наряжена елка. Все в огоньках. Праздник встречает настройка. В 10.34 в столице у нас действительно настоящий праздник. Надежда Ангарская в гостях. Певица-участница шоу «Камеди Вомен», которая прямо сейчас будет играть в 5 секунд. Игра на реакцию. Да, игра на реакцию. У нас есть вопрос. Дается 5 секунд на ответ. Значит, есть два варианта. У нас на линии Иван. Во-первых, Иван, доброе утро. Доброе утро. Здрасте, Иван. А есть еще вариант? Здрасте. А второй вариант – это Надежда. Второй вариант – это Надежда. А, я думал, есть еще вариант. Выигрывает первый вариант, то есть Иван. Иван получает замечательный подарок от утреннего шоу настройки, от Радио Шансон. Сувениры. Да, мы его отправим. Простите, если выигрывает... Надежда. Подожди, если выигрывает Надежда, то и Иван... Что-то вы запутали. Подождите. Слушайте, у нас все в шоколаде останется. Я знаю, знаю, знаю. Если проиграет Иван, он не получит приз от Радио Шансон. Да. А если проиграет Надежда Ангарская, мы заставим ее кукарекать на якутском языке три раза. А? Все. А? Страшно? Я просто зависла от фразы «кукарекать на якутском языке». Да, я только что это придумал. Запатентую потом. Кукарекать на якутском. Иван, готовы ли вы победить Надежду, чтобы услышать кукарекание? Извиняйте, якутские петухи кукарекают как-то по-другому ездят. Да, 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 Иван. А мы это узнаем совсем скоро. Это принципиально. А может быть и не узнаем. Надежда проиграет, и мы узнаем, как кукарекают якутские петухи. Итак, начинает Надежда. Человек, который знает, что такое реакция хорошая. Дружит с юмором. В КВН. Да. Сорок лет в КВН. Вот рассмешили, смотрите. Давайте. Сейчас мне уже страшно. Ну что вы? Итак, у нас слушатель Иван, тогда пойдем сразу по Иванам. Назовите, будьте добры, Надежда трех любых знаменитых Иванов. Иван Дорн. Так. Иван Грозный. И все время вышло. И все время вышло. И все, Курганту не позовут никогда. Иван Ургант. Никогда больше не позовут Курганту. Отматывай время назад. Так. Иван. Не успела, не успела, пока Надежда за пять секунд ответит. Иван, теперь вам, значит, серьезный вопрос. Назовите три любые геометрические фигуры. Шар, круг, квадрат. Ладно. Один, ноль. Шар, треугольник, давайте сейчас начнем. Вы специально... А шар и круг, подождите, это фигура, я вот не понимаю. Шар, это же не фигура. Да, геометрическая фигура. Нет, это не фигура, шар. Круг, эллипсы, квадрат, фигура. Да, не принимаем такой ответ. Точно? Да, абсолютно. Как хорошо, что Софья Ковалевская есть у нас в шоу. А я жила на Софь Ковалевской улице. Молодец. Я сейчас слюнками стер этот балл. Так, все, идем дальше. Ноль-ноль. Каких диабетических замены майонезу в новогоднюю ночь? Домашний майонез, может быть сметана и может быть масло растительное. Замечательно. Я представляю масло растительное в оливьешку. Эх, хорошо. Слушайте, можно вообще делать без колбасы прекрасный салат северный, поэтому тоже будет... Об этом мы поговорим попозже. Так, один-ноль, пока в пользу надежды. Иван, идем дальше. Назовите три любых новогодних фильма, где поют. Ирония судьбы. Ирония с... Карнавальная ночь. Два. Не успел. Ну, сказали бы, ирония судьбы, два. Там, кстати, поют. Там не поют. Не поют, поют, но меньше. Кто там поют? Безруков. Во всех фильмах, по-моему, новогодних поют. Обнимаю. Броньте, а чародии. Да. Те же самые. По-моему, везде поют новогодние. По-прежнему пока один-ноль в пользу надежды. Ох, Иван. Это страшно, ребята. Надежда. Ох, Иван. Вот вы говорили, что все сложно у вас. А вот вам легкий вопрос. Назовите три любые песни Стаса Михайлова. Без тебя, для тебя, все для тебя, без тебя. Я считаю, что это поют сразу четыре песни назвала. Подожди, ну подожди. Две одних и тех же. Назвала две песни. Все для тебя и вести. Нет, там есть еще журавли, летят с Китай, золотое сердце. Вот если бы сказали после тебя, до тебя, без тебя, с тобой. Мы бы так засчитали. Не засчитывается балл. Иван, у вас есть возможность отыграться. Иван, назовите, пожалуйста, три любых известных дуэта. Не пара. И все. Без пары. Кто еще там был? Пара. Без пары. Без пары хорошая группа. Не пара, без пара и пара. И пара. Хорошо, идем дальше. На самом деле, Иван, я поддерживаю вас. Я бы тоже не сообразила сразу. Так, Надежда, назовите три любых дерева, которые можно нарядить в Новый год. Елка, сосна, а ель то же самое. Тормально, елка, сосна, ель. Пи. Пихта. Ну, пихта, конечно же. Ель и елка одно и то же. Елка бывает разная. Елка, да, ну елка не туда. Ели пи. И сосна и пи. Не успела. По-прежнему один ноль в пользу Надежды. Идем дальше. Так, Иван, назовите трех любых заграничных Дедов Морозов. Санта-Клаус. Раз. И все. И все. Как-то елла, пуки. Два. Колотун, бабая. Колотун, бабая. Дед, бабая. Дюнга-чанга, Иван, ну что ж. Я из Санта-Клауса, честно говоря, не признаю. Не признаете, хорошо. Так у вас имя русское, конечно. Какой вы прям серьезный. Иван, а вы из какого города? Москва. Из Москвы. А родом откуда? Город-герой Москва, из Москвы. Да, и не признаете Санта-Клауса? Нам позвонил настоящий москвич. Ух ты. Вот это да. Хорошо, идем дальше. Патриот. Единственный москвич в этой компании. Киприот, говорит Иван. Патриот. Я киприот, он говорит. Нет, не киприот, а патриот. Надежда, назовите, пожалуйста, трех любых участниц Камеди Вуман, которые не умеют петь. Мамочка. Ну, пускай это будет Наталья Андреевна, Надя Сусова, Катя Варнава. Молодец. Я вспомнила. Молодец. Умизила трех подруг только что. Иван. А ведь мы этого добивались с собой. На чем? Иван. Ну и, наконец, назовите трех любых знаменитых Надежд. Крупская, Бабкина и Ангарская. Успел. 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 Марк Ласкевич. Слушайте, со счетом 2-1 только что победила Ангарская, чтобы ей было стыдно за это. Иван, кукарекайте, пожалуйста, по-якутски. Нет, Иван просто приз не получает, к сожалению. Иван не получает приз. Слушайте, некрасиво как-то получилось. Но Надежду мы поздравляем. Поздравляем. Нет, давайте посмотрим. Новый год прошел с успехом. Таня в магазин спешит. Тема в Куршавель уехал. Леонид в сугробе спит. 10.46 столицы, друзья. Сегодня у нас в гостях Надежда Ангарская, которая пришла не одна, а с якутами. Главный якут сейчас как раз-таки играет на Варгане. Человечек. Варгане что-то. Есть в Якутии какие-нибудь, вот как у индейцев прозвище, у якутов есть такие? Красный нос. Якут красный нос. Или якут белый клык. Не знаю, нет. Мы на нас в основном по фамилии все как-то вот расконяли. У нас Иванов, Петров, Сидоров. Это прям про якутскую. В советское время придумали упростить якутов. Это так несправедливо. Самое популярное, знаешь, какое якутское имя? Василий. Василий. Ваня. Ваня еще очень популярно. У нас нет, почему есть и там и Перис, любят так называть. Перис? Перис Иванова. Почему нет? Перис? Анжелина Сидоров. Анжелика Сидоров или Анжелина Сидоров. Анжелина Сидоров Николаевич. Да, вот любят такими, на самом деле. А Афилия какая-нибудь, Петрова есть? Ну, я не знаю, надо забить. Посмотреть в том самом интернете в каком-то из. В одном из интернетов. В одном из интернетов, да. Слушайте, мы поиграем в чудесную игру на знание материала. Ну, малинечко. Это игра, которая пришла нам в голову спонтанно. Мы большие поклонники проекта Comedy Woman. Мы его смотрим. Мы ходим на съемки. Более того, мы ходим с Танечкой на съемки. У Артема не всегда бывает время пойти на... У меня корпоративы, ребят, звоните еще. На этот беспредел, да. Ходим, смотрим на вас. Иногда, конечно, с Таней громко возмущаемся, почему Ангарской не так много в разных номерах. Иногда ржем какой-то. Что ее там нет, ржем, что ее там нет в этом номере. А ведь могла бы прийти и смешнее сделать этот номер. Спасибо, спасибо, ребят. Обижается ли, кстати, Надежда, что не всегда вот в номера ее ставят? Нет, я не обижаюсь. Совершенно спокойно к этому отношусь. Вы как, спички вытягиваете, кто будет, кто не будет в номере? Нет, почему? Ну, вот сказали, вот пришел номер, в эту тему участвует. Зато какие у меня роли. Зинулия. Я вот, да, вот. Выхожу и прям долго готовлюсь к этому. Короткая юбка, открытая блузка. Надо идти все делать качка. Ну, почему-то вот роль сильная женщина не в том смысле, что морально сильная. А вот сильная женщина немножко глуповатая. А вот хорошо знает Надежда как раз-таки номера своих коллег. Вот мы взяли четыре номера, просто спонтанно вспомнили, где вас нет. Вот, например, чем закончился номер? Можете ли вы рассказать? Берем ситуацию. Большая семья, там, Верещагин, Кравченко, Скулкина, Сысоева, выиграли в лотерее очень большую сумму. Так обрадовались, так обрадовались. Чем закончилась эта сценка? По-моему, там пришел апостол. Гудок-гудок. Петр Гудок. Апостол Гудок. И всех забрал с собой, сказал, нефиг вам, люди, вот это вот заниматься. Так сильно было радоваться. Так было радоваться, да. То есть дорадовались до... Да, конечно. До вечной жизни. Хорошо, помню, идем в другой. Смотрите, мать, маленькая такая, мать, еприкян армянская, вернулась из тюрьмы. А там ее встречает Морозова и Сибгатулина. И Сысоева еще там немножко появляется. Чем закончилась эта сценка, когда мать из тюрьмы вернулась? Слушайте, я помню этот номер, как снимался, он, что там было. Я ведь на зону по ошибке попала. Чем он закончился, я честно не знаю. Так, мать подставила свою эту чещу, или кто она, Свекровь. Подставила Свекровь и Свекровь забрали. И новую жену, да. Господи, это какой-то сериал на «Россия-2», ребята. Да, это карминита. Это карминита. Артем, что ты молчишь, ты смотришь, молчишь, помогай. Идем дальше, ты же смотришь этот канал с его сериалами. Вот свежак берем. Варнава, столичная содержанка, поругалась по телефону с одним, вторым, третьим своим мужичком, застряла в бетоне. Чем закончилась эта история? Я помню, там Сысоева выходила, что-то там было. Не было Сысоевой. Блин, как не было. Не было. Там был дуэт, да. Был дуэт, да. Был дуэт, да. Это новые какие-то. Да. И чем закончилось это? Как это не было Сысоевой? Да не было там Сысоевой. Может быть, в эфире ее не было? Может быть, в эфире ее не было. Да, видите, как все бывает. Подстава не посмотрела. А такое, кстати, бывает, что снимают тебя в номере. А потом вырезают. А потом да, мы смотрим телеверсию, а тебя там даже вообще нет. Ну почему ты о грустном опять начал? Вот это воспоминание неприятное. У нас грустное шоу. Хорошо, этот номер заканчивается тем, что... Заканчивается, что они выходят и ее там оставляют, по-моему. Что-то они там говорят ей про... Что они там... Памятник они не сделали. Памятник они не сделали. Они ее бетоном замуровали. Хорошо, идем дальше. Стоп, стоп, стоп. Все, стоп, игра, да. Плохо знает, да, Надежда? Нормально знает. Дед Мороз летит на тройке на шансон в Москву к настройке. О-хо-хо-хо-хо-хо. 10.54 в Москве. Надежда Ангарская у нас сегодня в гостях, дорогие друзья. Участница шоу-комеди Уэн. Певица. И сейчас самый приятный блок нашей программы, потому что в этой части любой гость говорит все, что он хочет. Пиарится всячески. Все проекты свои, пожалуйста. Где можно видеть Надежду? Если подрабатываешь где-то там, номер гастронома, можешь сказать. Я бы хотела сказать, что не только певица-сансовщица, как вы поняли уже. Да, потому что сейчас Надя же так отжигала у нас. Обязательно посмотрите в инстаграме нашем, как Наденька отжигала. Это было чудесно. Спасибо, спасибо, ребят. Ну что, что пропиарится себя? Что я могу про себя рассказать? Где можно увидеть в ближайшее время? Может, кинушки какие-то. В ближайшее время не у нас гастроли планируются, но на самом деле есть огромное такое желание, и скорее всего он свершится. Первый мой гастрольный тур, прям тур, будет в Якутии. Начнется он, да. Самостоятельный? Самостоятельный. Страховалась, знаешь точно, где билеты продадутся, да? Молодец. Нет, подождите, есть еще один момент. Там только по родственникам раскидаетесь. В следующий раз приду. У меня родственников там мало осталось. И в удачном у меня нет. Ищет три, да, да. Удачный Айхал, Чернышевский, Мирный, Ленск, но потом скорее всего будет Якутск и Нерингре, конечно же, и потом сразу я рвану в Москву, и опять у нас будет там концерт уже забитый. Поэтому это вот самое мое главное событие в следующем году, ну, наступающих три месяца будет подготовка, соответственно. Но это мы про музыкальные говорим. Про музыкальные, да. А там будут только свои песни, или будет много каверов каких-то наизвестных песней? Это будут, скорее всего, только мои песни. Только? Ну, может быть, я спою два-три кавера известных, супер-мега-известных. А вот то, что просочились слухи, что на разогреве в Москве здесь будет малежек, у вас это правда? Это где такие слухи? Ну, на Афише мы видим. Я в интернете видел. А в одном из интернетов? В одном из интернетов пишут неправду. Смотрите мой интернет, да. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, будете знать всю правду обо мне. Я там сейчас Триангарский нашел. Да. Нашел Триангарский? Где больше всего подписчиков, это я. А галочки там никакой нет? Нет галочки, потому что не хотят меня еще пока что... Официально признавать. Не верят. Вот это настоящая Ангарская? Да, это настоящая Ангарская. Все, там она в красном пинжаке. В пинжаке красном, это я, да. Официальная такая, красивая. Вот. В прямом эфире, кстати. Я бы хотела пожелать всем радиослушателям радио Шансон и вообще всем россиянам в новом году, в наступающем, конечно же, только здоровье. Ребята, здоровье, особенно 1 января, оно очень понадобится всем нам. Не забывайте, что аптеки 1 января скорее работать не будут. Да. Запасайтесь заранее. И 31 декабря до 6 вечера. Еще ни один человек у нас так презервативы не рекламировал, но круто вообще. Заботливая Надежда Ангарская была в гостях у Настройки. Есть еще что-то сказать, да? Да просто будьте счастливы, любите друг друга. У-у-у, танцуем! Спасибо большое, Надюш, что пришла. Большое спасибо, Надюш. Утром вешал. Настройка с вами прощается, друзья. До завтра в 7.00. Вернемся. Лень, Таня, Артем. Чао-какао. Пока. Целуем, целуем. Муах!